Татарстанский бюджет будет дефицитным, на чем республика точно не будет экономить в будущем году. Консультации для бизнеса. Прокурор, бизнес-омбудсмен и Роспотребнадзор подскажут, как работать в новых условиях. И дополнительные деньги на выплаты безработным татарстанцам. Выделил федеральный бюджет. Кому они положены? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас от новости экономики. Здравствуйте! Татарстанский бюджет в следующем году будет дефицитным. Не досчитается 2,9 миллиардов рублей. Озвучили эти данные на заседании Кабмина, посвященном прогнозу социально-экономического развития республики на ближайшие три года и бюджету Татарстана на 2021 год. Сильнее всего пострадали в этом году добывающая промышленность, обрабатывающая, сфера услуг, розничная торговля, туристическая отрасль и индустрия гостеприимства. Внутренний региональный продукт потерял с начала года полтора процента. Министрам дали задание решить, на чем республика сможет сэкономить в будущем году. Доходная часть бюджета очень напряженная. Нам надо будет очень хорошо и над доходной базой поработать. И, конечно же, по покрытию дефицита, какие источники. Вот недоймка у нас большая. Надо посмотреть, какие расходы мы можем снять. Инвест-программа у нас будет на уровне 2018 года. Значит, надо программы постараться оставить все, но по объемам посмотреть. В текущем году прогнозируется сокращение валового продукта, как в республике, так и в России в целом. Для обеспечения роста экономической активности нам необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций, реализации крупных инвестиционных проектов по повышению эффективности производства и расширению присутствия на товарных рынках. Требует внимание малое и среднее предпринимательство. Татарстанские бизнесмены, которым нужна помощь, бесплатные консультации по разным вопросам предпринимательства, на этой неделе смогут ее получить. Сегодня в три часа дня в Казанском Кремле совместный прием проведут прокурор Татарстана Илдус Нафиков и уполномоченный при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганеев. Нужно предварительно записаться по этим номерам телефонов. А в четверг, 17 сентября, Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для татарстанских предпринимателей. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Что уже можно? Какие санитарные ограничения пока остаются? Какую материальную помощь могут получить бизнесмены, чтобы их рабочие места были безопасными? Все это можно будет узнать, здесь тоже нужно предварительно записаться, до 16 сентября. Татарстанские безработные получат 880 с лишним миллионов рублей. Такие деньги выделит федеральный бюджет республики на выплату пособий по безработице. Распоряжение правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Всего российские регионы получат 35 с лишним миллиардов рублей, причем это уже дополнительные деньги. Большую часть, 83% от нужной суммы, безработным страны раздали еще до начала осени. Теперь потребовались еще деньги, потому что тех, кто потерял работу, становится больше. Только в Татарстане, по данным Министерства экономики, количество безработных выросло в 7 раз. В конце 2019 года официально зарегистрированных безработных было без малого 11 тысяч, теперь 78 тысяч. Правда, детальный анализ показал, что каждый второй из этих 78 тысяч еще до коронакризиса не работал, либо работал в серую. Это данные Минэкономики. Такие люди не могут претендовать на максимальное пособие по безработице – 12 130 рублей в месяц. Им платят только минимум полторы тысячи. К слову, в сентябре уровень регистрируемой безработицы в Татарстане начал снижаться. И сегодня он, по данным Минтруда, почти 4%. Вот такая была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый? Обязательно узнаем, расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан 24. До встречи.